Вчера я говорил о паранойи русских властей, русского правительства, что евреи еврейские заговоры, евреи всего мира сплатили, чтобы Россию не давать ей займов, не давать ей продвигаться, что все это единая еврейская конспирация, которая западных банкиров, черниговских сапожников, революционеров, всех вместе объединяет и так далее. Насколько это было паранойи, насколько какие-то основания для такого какого-то видения реальности были, как вы считаете? В принципе нельзя отрицать некий факт все-таки солидарности евреев в конце концов, в том же хотя бы 19 веке уж точно. Вот этот факт мне кажется на лицо. Ну реально были и международные еврейские организации, и международное лоббирование, и солидарность и так далее. Что более важно для русского правительства, конкретно как бы мы видим, что они действительно сталкивались с экономическими людьми и внешнеполитическими проблемами, которые были вызваны еврейским вопросом. Мы расценивали это как еврейский закон и еврейское давление. Смотрите, американско-российский торговый договор в 1911 году не был продлен из-за американского давления по еврейским вопросам. Русское правительство отказалось в городе следовать диктату, как положено. Русские не сдаются, и договор не был продлен. Но я видел в архиве внешней политики переписку декларатов, там просто пишут, что вот это еврейское давление, лоббирование на американские власти, чтобы они на госуровне и так далее. То есть это нельзя отрицать. Самая известная история такого давления, которое было наиболее болитым в России, это история с попыткой занять деньги в Америке во время русско-японской войны. Слышали это? Нет? Нет. Яков Шиф, Джейкоб Шиф, значит, знаменитый главный американцы еврейский банкир того времени, он объявил, что он будет блокировать любые попытки русского правительства разместить взаимы в Америке. Деньги России были очень нужны для того, чтобы ввести войну. И он помог японцам организовать на очень больших условиях огромный заём, объяснив, что это всё за Кишинёв. То есть, ребята, вы не можете одной рукой убивать сотнями евреев у себя в стране, согласно приходить к еврейским банкирам и говорить это самое. То есть, деньги — это не всё, выгод, прибыль — это не всё. Значит, как бы идеологические еврейские банкиры с одной стороны и русском поиске, которые говорят, о, вот он завел, вот мы. То есть, как бы, опять, где телега, где лошадь? Как в истории с революцией. Сначала это антисемитизм, который вызывает реакцию давления, да? А потом... Или сначала вот это вот давление, которое говорит, о, они нам сдают, а так мы наоборот, мы им покажем, что мы не сдаёмся и не сгибаемся, мы ещё больше будем. Что я вас люблю? Значит, это был один момент, который я вспомнил потом, что хотел бы сказать. Дальше... Мы остановились, собственно говоря, на общественном дискурсе, и, может быть, имеет смысл... Как бы ещё и не закончилось, но у меня есть несколько чёрментов сказать, но мы говорили о том, что вот литература, значит, публицистика, можно дальше идти, искусство, да, там как бы евреи появляются в 70-80-е годы, и появляются как очень заметный, видимый, чужак, иной, но... Как бы вопрос стал и для русского общественного сознания евреи играть такую же роль, как для государственного дискурса. Ещё раз, в государственном дискурсе он превратился в такой гиперболизированного метафорического врага. То есть вот есть мы, есть они. Когда мы хотим определить, они, кто они, это не немцы, не французы, не поляки, как было в середине 19-х века. Мы, они, враги, это поляки. Тут нет. Значит, враги – это евреи, которые символизируют для правительственного такого дискурса. Символизируют социализм, международную биржу, угрозу крестьянам, угрозу захвата элит, значит, угрозу неконтролируемой ресторанизации. Ну, по-моему, это вот они, это всё, всё, что не мы – это они. Теперь вопрос к вам. Вот мы его прочитали, то, что надо было прочитать. А что для общественного дискурса? Там была такая же важность, раздутая гиперболизация этого еврейского класса или нет? Ну, общественность была, скажем так, интеллектуалы были заинтересованы, в принципе, как-то изучать этот вопрос, ну, в принципе, как-то раскрыть вопросы шире, как-то посмотреть вообще относительно, что с евреями вообще происходит, вот как они? Антон. А где они были? Ну, вот читал статью. Это, видимо, где-то так. В Чернигове. В нормальных местах интеллектуалы ни в чём таком не заинтересованы. Ну, теплые обычно так интересуются. Как вы считаете? Чернигово – это Чернигово всё-таки. Да, это столица. А в чём заинтересованы обычно интеллектуалы с провинциальных городов, с Петербурга? Ну, я не знаю, как… Ну, всё равно, как бы… Скажите то, что вы хотите, но без вот общих фраз, общих слов, которые трудно понять на что… Ну, не интересно, что делать с евреями. Окей. То есть это некий вопрос, который все должны для себя решить. Конечно. Вот. Как они, допустим, если это левоориентированный какой-нибудь мыслитель, то, возможно, как они там в его какую-то социалистическую картину будут вписываться? Там еврейский пролетариат, там рабочие какие-нибудь, как они там эмансипированы, не эмансипированы, а вот этот вот весь левый дискурс, скажем так, вот их интересует часто. Смотрите, значит… Ну, как бы… Я согласен совершенно, совершенно, значит, на сто процентов, что главный вопрос – кто эти интеллектуалы, и какого направления они были. почему? Потому что общественная жизнь и общественная мысль была очень идеологизирована и политизирована, так как положено в Российской империи, где политической жизни официальной не было до 1905 года, партии были под запретом, значит, потом они вышли из под запрета, но понятно, что есть некое такое… несколько направлений, есть так называемые, так сказать… условно говоря, есть два лагеря, больших два лагеря, да? Лагеря тех, кто говорит, что в России все хорошо, то есть лагеря охранительские, которые говорят, надо сохранить то, что есть, и лагеря огромные, очень широкие тех, кто говорит, что все плохо, надо поменять. Дальше этот лагерь делится тех, кто за СМИ, за, в общем-то, за модернизацию, за объемную модерн самодержавию, за какое-то продвижение страны вперед, они как бы делятся на нескольких направлений. Есть либералы, разных опять оттенков, правые, левые, декоративные, ценностические, разные. Есть социалисты, есть всякого рода популисты, народники, которые, как бы, у нас представляют крестьян, за крестьян варьируют. Есть национальные партии и так далее. То есть нет единого какой-то, да. Теперь тот лагер, который с нами, он тоже, там самые разные люди. Там есть подробщики черносотенцы, которые не умеют читать и писать, и которые выпьют, им разрешили, можно, значит, что-то хватать и громить и так далее. Есть министры, интеллектуалы, бюрократы, рафинированные, значит, всякие победоносцы, которые считают, что Россия страна не западная, она наскидница Византии, и надо, значит, византинин какой-то изощренному водить, да, бога царства и так далее и так далее. То есть это как бы сложное некое. Когда мы говорим интеллектуалы, или общественная жизнь, это некое упрощение. То есть всегда надо смотреть на то, что это. Теперь, значит, мое утверждение, если вы помните в статье, которую он будет читать, оно в чем? Неважно к какому лагеру вы относитесь, для вас еврей что? Евреи и еврейский вопрос. Каким образом вы к этому подходите? Он сам по себе важен или в связи с чем? В связи с достижением программы, скажем так, которое мы хотим модернизировать Россию. Ну, смотрите, еще раз, давайте танцевать от предыдущего. Вот если для властей, для царя, для самодержавия, для режима, да, вот евреев обретает такое значение, как символического иного, как это значит. Соответственно, еврейская тема превращается, еврейский вопрос превращается в некий маркирующий фактор. То есть любого человека, который говорит про евреев, думает про евреев, это маркирует. Условно говоря, вы не можете быть за царя и за евреев. То есть вот Столыпин, который пытался, или любой министр, который пытался что-то для евреев сделать, вам всегда нужно было право. Я на самом деле против евреев, я понимаю всю их предоносность. Они ужасные, но давайте все-таки будем чуть более прагматичные. Но это в идеологии, в газете это не работает. Вы не можете быть в новом времени или в московских ведомостях писать, что революционеры еврейские, значит, уничтожат на 4-й России, давайте дадим евреям равноправие. То есть это вас маркирует. Отношение к режиму определяет отношение к евреям. Соответственно, если вы против самодержавия, неважно либерал, социалист, там кто, вы, соответственно, не можете быть, сказать ничего плохого о евреях. Потому что евреи это жертва самодержавия, это главная жертва, главный враг. Враг моего врага, мой друг. Соответственно, это затабуированная, не табуированная, а как бы маркированная такая тема, то есть какой-то такой лакмусовая бумажка, которая определяет позицию говорящую не относительно к евреям, а относительно режима и страны. Окей? То есть не важно, что вы на самом деле думаете про евреев. Ваше место вот в этой вот континууме, в этом мозаике, оно определяет то, что вы должны публично говорить. И это порождает замечательную ситуацию. Таких, как бы, филосемитов по неволе, или людей, которые не любят евреев, и не могут тебе позволить это сказать. Это начинается с ситуации с погромами. То есть все понимают, что погромы это что-то, что превращает разговор. Как бы любой грамотный человек осуждает погромы. У меня нет ни одного человека, который говорит, что погромы это хорошо. Эти пьяные, хотя бы родители, колено в крови, ребята, страшные морды, значит эти, это классные ребята, они представляют соль земли русской. Никто этого не говорит. Теперь Суворин, издатель Нового Время, говорит так, еврейские погромы ничто иное, как станции для завоевания России. Ибо каждый такой погром привлекает на сторону евреев множество христиан. Окей? Теперь то же самое, это с одной стороны Баррикадзе, то же самое говорит Вердяев. Никто Александр Вердяев, слышали это, да? Главный русский юридезный философ, который, значит, человек из другого лагеря, который, как бы, за все хорошее против всего плохого, он говорит, ужасы несправедливости, ужасы погромового несправедливости без права евреев, ставить евреев в России в морально привилегированное положение. Мешают говорить правду о еврейском вопросе. Я хотел бы сказать, что я думаю реально о евреях. Но я что, получается, я буду на стороне погромщиков и ужасов? На гайке? Бытовой антисемитизм наших диких националистов и политических антисемитизм правительства не ослабляют, а усиливают духовную, моральную и культурную власть еврейства в России. Это человек, который болит с антисемитизмом. Парализует русскую волю, которая морально не хочет бороться против гонимых и преследований. То есть вот мы дошли до того, что реально евреев там как бы... Вот есть революционные партии как бы интернационалистские. Это одна из причин, кстати, почему евреи так массово участвуют в русских революционных партиях. Туда их было без ограничений. Там есть идеология, что все мы братья, все мы товарищи, все мы боремся против общего врага и так далее. И поэтому, хоть ты будь сто раз евреи, там неважно грузин, Сталина и все остальные. Главное вот это и дело. У нас, у пролетариата нет отечества. То есть, как бы... Поэтому, эта идеология подразумевает вот это вот отсутствие вот этих вот изначально каких-то... какого-то предубеждения. Реально в жизни, конечно, люди остаются людьми. Они смотрят, говорят, это евреи, это не евреи. Но, в принципе, на уровне, это осуждается, на уровне программы, идеологически, это не работает. И поэтому, вот эти вот интернационалистские партии, они, естественно, как бы открыты для евреев, переполняются евреями. Теперь, если мы говорим про либералов, то русских, скажем, те же кадеты, то отношение гораздо более сложное. То есть, в принципе, кадет и антисемит, это было несовместимое понятие. То есть, русский либерал и антисемит, несовместимое понятие. То есть, если ты антисемит, значит, ты за самодержавец. Если либерал, значит, ты за вестернизацию, за западный код России, за то, чтобы, как бы, в стране была демократия, парламент, значит, ты не можешь говорить ничего плохого по евреев, потому что они жертвы, вот только что я вам зачитываю. Но, реально, это была тяжелая ситуация для многих людей, которые не чувствовали к евреям никаких теплых чувств. В этом плане, позиция Маклахова, она замечательная. Слышали фамилию Маклахова? Нет? Маклахов был один из видных кадетов, член ЦК партии кадетов, правый кадет, то есть, как раз такой открытый кадет национализм. Он был очень известным адвокатом, он был один из защитников главных Белеса во время дела Белеса. Значит, и... Ну, тут два эпизода. Один – это дело Белеса. Когда он очень четко защищал, он говорит, это вопрос русского правосудия, вот весь мир на нас смотрит, господа присяжные. Все же глаз здесь был недалеко. Значит, в дружном содержании. Если, говорит, вы сейчас осудите, значит, вы докажете, что в России нет права, что всем понятно, что Белес – это жертва, что, значит, что он не совершил этого. При этом Аклаков потом в частной переписке говорит, что он совершенно не убежден, потому что не было, что храма говорит – это не правда, что убийство ищенцев – это не ритуальное убийство. Но, говорит, я был убежден в невиновности Белеса. Его подставили, и это было специально сделано так, чтобы его осудить, как посмоплеконное обвинение. Я защищал Белеса от не евреев, не еврейских народных, которые работают напрасными. Не знаю, выглядит нормально ритуальное убийство. Но Белес конкретно, видимо, не виноват. Вот тут есть доказательства, которые говорят, что он не прав. Ну, какой-нибудь не Белеса, а Шмелес виноват, но его же не судим. Вопрос права. Вопрос правовой защиты. Да? То есть, во имя торжества, не важно, как я отношусь к Белесу, но я защищаю человека, который имеет право на защиту. Я должен доказывать его не виновность, потому что доказательств его людьми нет. А то, что какие-то евреи другие, или это же, ну, не доказано, вот такое и такое сделано, я верю в то, что вполне могут быть ребятки такие. Значит, Роман тот же Моглаков, после Кишинского погрома, защищал погромщиков, не потому что он любил погромщиков, а потому что он адвокат, и, значит, царство закона обеспечивает защиту любому человеку, то он также не поход к Белесу. Во имя закону, не во имя любви к этому Белесу. Значит, но это как бы, это в стороне, это может быть несколько такая, в сторону воли. Но, как бы, гораздо более интересно речь Моглакова в Думе. Он выступал во время предложения закона об обведении еврейского равноправия. Значит, был такой закон, подан был, естественно, Дума его отклонила и так далее. Но в премиях, значит, с обоснованием позиции кадета выступил Моглаков, который, он сказал так, вот я цитирую, значит, что в России быть антисемитом так же удобно, как бить по-лежачему и топтать того, кто уже связан. Дальше Моглаков говорит, можно быть антисемитом? Нет, ничего, это нормально быть антисемитом? Нормально не любить евреев? Вы хотите не любить евреев? Умеете право, полное право. С такой боли Белл чувствует, что в себе прямо говорит. Вот. Но антисемиты должны настаивать на еврейском равноправии, чтобы этим приобрести моральное право быть антисемитом. То есть, это была такая логика противного. Значит, и он как-то высказался таким, прямо, этим парцем, что после него выступал по-моему Марков, кто-то из представителей Черносотинцев, он просто ушел. Ну, господин Моглаков потряс, конечно, своей речью. Ну, мы задумались, действительно. Но потом вспомнили, что это темная сила, которая область, которая давит, которая то, которая все, угрозу засеет, что пошло-поехало. Ну, то есть, вот эта вот внутренняя противоречивость позиций либералов, Пердяев и Моглаков ее показывают вам, да? Люди, которые не имеют права ничего плохого сказать проявлять, не могут себя виноват. Потому что это значит солидаризироваться с самодержавием, с нагайкой, с погромами, с казачьими эпиками, с ужасами и так далее, и так далее. Если ты нормальный культурный человек, значит, ты должен быть за евреем. А если ты не любишь евреев, вот как Моглаков, который конкретно, реально, он говорит, не люблю евреев, они неприятные ребята, они слишком носят со своим превосходством, нельзя им ничего сказать, они сразу становятся в ползову, всех обвиняют, не люблю. Что в частной переписке с людьми, которым он доверяет, он говорит, которая опубликована, слава богу. Но его публичная позиция праве, защита, освободительного убийства, и так далее, и так далее. То есть, это некая ситуация, когда, как бы, идеологическая политкорректность заставляет людей не говорить реально маркированную, эта тема маркирована так, что не можешь реально сказать что-то о нем. Тот же Бердяй, вот я вам говорю, что он говорит про духовную, культурную и моральную власть еврейства, в той же статье, это статья отличная, национализм и антисемитизм, он говорит, что для всякого христианина обязательный религиозный антисемитизм, религиозная ненависть к антихристианской идее еврейства. Значит, и дальше он говорит, что во времен антисемиты, то есть, из газеты в новое время, сами евреи по духу, и потому конкурируют с евреями, делят с ними царствие земное. То есть, получается такая логика, что как бы, что есть, для человека, который борется с антисемитизмом, никто больше предъявлен, не писал текстов про то, что антисемитизм это плохо, и христиане могут бороться с антисемитизмом. На самом деле, еврей противостоит вот этому идеальному, правильному, русскому, христианскому, как бы, ботию. Окей? То есть, есть такой профессор Тименчик в Иерусалимском университете, он сейчас уже на пенсии, Роман Давыдович, крупный, очень крупнейший специалист по русской культуре серебряного века. И, к сожалению, нигде не записал, это устная такая, я слушал его лекцию, на эту тему. И у него вывод был, был совершенно такой, однозначно. Он сказал, смотрите, это было так, а евреям можно было говорить, или хорошо, или молчать. То есть, то, что блок там, и другие писали там, в дневниках, говорили с друзьями, это не прорывалось в публичную сферу. Ты не мог быть приличным человеком. Вот как вчера я вам рассказал про Чехова, как и скандал, вызвал его рассказ. Вот, это 80-е годы. Через 20 лет, после Кишинева, и после Погрома 1905 года, это было нереально. Это было нереально. Невозможно было, то есть, как бы любое, ну, там было несколько, не буду вас грузить, такими инцидентами, Чериковскими и так далее, вы прочитали, вы могли прочитать в статье Андреевской. Вот, значит, то есть, или ты в дизайнере, или ты молчишь. Если ты не молчишь, то получается вот такие фопа, как у Бердяева, как у, значит, как у Маклакова и так далее. Значит, здесь, например, очень и очень характерна позиция Струве. Слышали имя Струве? Тоже упоминает Андреевская. Петр Бердянович Струве, значит, один из главных идеологов вождей русского либералитма, русско-либеральная мысль, очень крупный мыслитель, действительно, редактор журналов рублей супервлиятельного журнала «Русская мысль». Значит, Струве занимается еврейским вопросом, позиция очень простая. Евреи должны, значит, стать русскими, мы им дадим, ну, обычная традиционная позиция, да, русских Моисеева законов, мы им дадим, конечно, полное равноправие, все, что делается на державе, постель и позор. Вот. Но дальше начинаются, как бы, начинаются вот такие, чуть более глубокие размышления. То есть, он, например, видит два типа национализма Струв. Он говорит, «Мир нам внешний» предлагает два типа национализма. Есть национализм английский, который агрессивный, колониальный, завоевывающий, весь мир, видящий, как поле до своей добычи, очень открытый, в открытый влиянии и, как бы, вперед, вдущий во всех областях взаимоотношал, да, сегодня мы бы сказали американцы, когда мы говорили там, английские. Вот. И есть национализм еврейский. Еврейский, значит, замкнутый, закрытый, старающий, главное, уберечь себя, сохранить себя и не дать себе, значит, не дать себя, значит, поработить. Так вот, какой выбрать Россию? Вот Россия, это молодая нация, которая должна выбрать себе. Конечно, она близкая. Нам нужно остерегаться, чтобы вот евреи своим духом, чтобы мы не пошли, не стали наследовать евреев. Да? Окей? То есть это нечего, это человек, который абсолютно ничего плохого, ему нравится, он это любит, у него куча друзей евреев, все такое. Но на уровне идеологическом вот это противопоставить, мы, они, оно по-прежнему маркируется. Да? Значит, или о том, как бы, евреи, действительно, они должны стать полностью русскими, значит, гражданами, патриотами, все такое, мы будем их использовать, у него была идея колониализма, Россия как великая колониальная империя, у нас будет завоевание на востоке, кто лучше евреев сможет помогать русскому влиянию, это идеальные наши разведчики, камевояжеры, значит, пятое, десятое. Он же говорит, но у нас есть проблема с евреями, вот они живут, те евреи, которые живут вместе с русскими, они при всем при том остаются евреями. строгое, строгое, который сам был этнический немец, как вы понимаете, который по-немецки говорил, в общем, абсолютно так же, прошел так по-русски, управл жизнь провел в Германии, как бы, он говорит, я же русский, это мой выбор культурный, я ровно так же могу быть немцем, но я русский, а евреи, при том, что они так же, как я хорошо говорю, морские, никто из них не говорит, я русский. В общем, мы вчера Миша говорили, как раз, эти сюжеты. Вот. И вот это экстремление не смешиваться, всегда отделяться, всегда выделять, говорить, подчеркнуть свою вот отдельность внутри вот единой, единой гомогенной национальной культуры, которая требует вот такого вот гомогенного подхода, это, это большая проблема. Рустрова был знаменитый дискус с Жаботинским, опять же Андреевская подробно это пишет, прочитали, которая состоялась очень простой вещью. Жаботинский написал программную статью, он сказал, в России нет будущего, как у национального государства русского. Это многонациональная страна, в которой русские представляют собой численное меньшинство. Поэтому она должна превратиться Российской империи в государство национальности. Каждая национальность должна получить обеспечение своих национальных правил и своего национального быта внутри этого большого государства. Мы все хотим, чтобы оно сохранилось, для нас удобно и хорошо жить в большом государстве. Мы не хотим, чтобы оно разлетелось на национальной квартире. Но давайте превратим, чтобы оно для каждого из нас было своим национальным домом. Струно, очень резко возражать. Он говорит, не может такого быть. Есть одна национальная культура гомогенная. Все областные различия, еврейская, украинская, это все. Он готов был признать Польшу и Финляндию как два отдельных организма, которые политически переходят, но в культурном и идеологическом смысле с ней не сливаются. Они слишком чужие, слишком западные. Но все остальные, украинцы, Прибалты, Кавказцы, это было понятно. Они все должны иметь как пожалуйста, никто не будет вас угнетать. Но вы уж, пожалуйста, не лезьте со своим выдумываемым украинским языком. У него очень много. Украинцев он премьерировал гораздо круче, чем с евреями, гораздо больше текстов написал струы. И так далее. Окей. Значит, это, собственно говоря, до сих пор было все, что вчера должно было быть. А, ну последнее, самое такое, пикантное, это вот это никуда не девавшееся представление о том, что евреи, что евреи, они портят, они изнутри подрывают вот этот вот, проникая в русскую культуру, проникая в русский дух, да. Вчера об этом говорил, когда мы говорили про Брафмана, в это было, уверен, об этом было русское правительство. Теперь, с точки зрения общественного дискурса, если мы посмотрим, я специально сейчас не беру дискурс национального союза, вот я вам давал почитать, по Цюбинского, да, там все очень ясно, это, как бы, крутые, очень антисемитские, очень-очень крайне, значит, националистические, значит, группы, там все понятно, евреи-враги, они один из главных врагов, давайте, они паразиты, они вше, они толщие, да, все понятно. Давайте посмотрим на человека, такого человека, Андрея Белый. Слышали про Андрея Белого? Слышали? Ну, как бы, друг Блока, там была сложная любовная история, друг, всем бы таким друзей, вот, значит, ну, очень крупный русский поэт и писатель, однозначно, значит, он написал, замечательный текст в журнале Весы, штемпелеванная культура, да, значит, и он говорит, что самобытность культур порождает борьбу национальных особенностей рас, и это расовая борьба вне плоскости политики, то есть политически, евреи выгнетают это плохо, но как интеллектуалы, люди духа, мы видим, что есть расы, каждая раса порождает свой дух насовый, и есть вот еврейская раса, теперь он говорит, что смотрите, он, это 900 там, какой, восьмой год, что-то такое, он наступает против глобализма, он говорит, есть некая глобализма, стандартная международная культура, ну, сегодня Кока-Кола, Шварценеггер, а тогда, ну, другие, значит, примеры, но все равно, стандартная глобальная культура, которая завоевывает весь мир, которая везде чужая и везде своя, некие штампы культурные, которые пытаются, под которыми все должны следовать, вот, Америка тогда это провинция, он не говорит в американизации, что-то, есть такой западный глобальный, значит, культурный, культурный продукт, теперь, олицетворением и производителем этого продукта являются евреи, потому что они везде свои, везде чужие, и поэтому, еврейские, значит, композиторы, еврейские антрепренеры, еврейские писатели, еврейские драматурги, они представляют штемпелеванную стандартную культуру, национальный расовый дух, в данном случае русский, не может не находиться в борьбе, он должен, как бы, искать глубину, свои корни, свою самобытность, а все, что приносит еврей, это, это нанесное, это чужое, это, это может быть интересно, это модно, это принято во всем мире, но это не то, что сделает, как бы, русскую культуру не штемпелеванную. Окей? То есть, это один из редких примеров, когда человек сказал, что думал. Значит, и если, значит, вот эти ребята, они оскопители народного духа, пионеры ложного, в кавычках, модерна, значит, их поглощение чужих культур преподносится нам, как некое стремление к интернациональному искусству. Не напоминаете его? Полное господство и засилие евреев в литературной и театральной критике, прессе и издательствах, и так далее, не дает возможность выражать свое мнение недовольным таким положением дела. То есть, смотрите, маемость такая, что и в общественном сознании евреи играют вот эту вот очень важную гиперболизированную роль. Гораздо более, еще раз, евреев, правда, стало больше. Был демографический взрыв, их реально стало гораздо больше в российской империи. Они застали играть совсем другую роль общественно-политическую, экономическую, культурную, чем ту, которую они играли в начале 19-го века. И модерность приобрела еврейское измерение, о чем я говорил в понедельник. То есть, все это вместе привело к тому, что из вот такого маргинального, смешного парня в чалме на голове, который раздвигает песни, никто его не видел, никто не представляет, что экзотическое, странное, восточное и склонное к интригам, да, мы вдруг видим, что мы не можем определить себя без того, чтобы относиться к фигуре евреев. Очень важная фигура, которая стала иным. Это, собственно, мой вывод по поводу еврейского вопроса в русской империи. перед тем, как мы перейдем к полякам, к украинцам, что-то кто-то хочет сказать, спросить, поспорить, выберем альтернативные концепции. хотелось бы подискутировать, я чай показал, что, Так, сейчас я найду свою статью. Окей, прочитали статью Минца? Или не особо? Статью Минца на сегодня прочитали. Никто не прочитал? А вроде не Минц был? Нет, там было по две статьи. Значит, на сегодня у нас два занятия, по две статьи на каждую. Брайан Портер и Минц на польскую часть, и Андреевская и Луся Кругницкий на Украинскую. Ну, так что у нас с Минцом? Так что у нас с Минцом? Не прочитал Никто Минц? Оооо! А как мы можем получать оценку? Как будем решать вопрос? Нет, я просто... Нет, я просто... Нет, нет, я просто... А что вы перестали читать? То вдруг будро читали, руки принимали что-то... Что такое? Подморозились, мороз, да? Мой второй курс. А, то есть вообще было? Нет, нам важна наука. Но мы второй курс. Ну, без осенщика. Ну ладно, тогда не будем обсуждать Минца. Вы много потеряли. Я хотел его покритиковать. Нарчу его критиковать, разве вы его не читали? Окей, хорошо. Портера тоже, конечно, никто не прочитал иностранными буквочками. Понятно. Хорошо. А Луся Кругницкий? Читали. Прочитали статью? Антон. Еще кто-то? Поднимите руки. Так. Не густо. Не густо. Андреевскую? Что же вы кивали, когда я говорил сейчас про Андреевскую, про ее статью? Вы же в отец сказали. Ну, смотрите, это можно вырезать из видео, но вообще хочу сказать, такое, так сказать, неважно. Ну, понятно, что это не связано с зачетом, но вообще образование – это некий процесс труда. Окей? Мне объясняли, что Могилянка лучше гуманитарного вуза Украины. Ну, я понимаю, что читать четыре статьи очень трудно. Мне объясняли, что Могилянка лучше гуманитарного вуза Украины. Ну, в общем, окей. На процесс труда один похожий. Ладно. Окей. Теперь смотрите. Последние две темы, о которых я хотел поговорить – это Российская империя была многонациональной. И вот то, что русская власть и русское общественное мнение формирует отношение к еврейскому вопросу, это не формирует вообще всей, не отражает всего многообразия того, что происходит в этом контексте в Российской империи. Потому что это была масса национальных контекстов, да? И я выбрал два самых, может быть, важных. Ну, один из них самый важный – это польский, в котором мы сейчас объясним, почему польский самый важный. Вот. Другой – близкий вам, украинский. То есть можно было также говорить про литовский, литовский еврейский вопрос, латышский еврейский вопрос, там, не знаю, молдавский еврейский вопрос и так далее, да? Но, как бы, мы поняли, что по всем понятным причинам украинский гораздо более ракуальный. И поэтому мы будем… Кроме того, что я его более-менее знаю, с литовцами и латышами все гораздо при меня проблемней. Вот. Но почему мы начинаем с польского? Почему именно такое польское ответвление еврейского вопроса, оно, на самом деле, центральное. И сравнение русского и польского случаев представляется, в общем-то, каким-то очень важным. Я вот последние, там, не знаю, семь лет, все, чем занимаюсь, я постоянно во всех статьях, все, что я пишу, я сравниваю, что говорят по-русски, что говорят по-польски в одно и то же время на одну и то же тему. И всегда получается очень интересным для меня. Может быть, польская точка зрения, она наиболее относительно западная в рамках Российской империи? Хороший ответ, но неправильный. Это из фильма «Примечания». Медиафильм «Примечания», я уже говорил об этом «Примечания». Там несколько, так сказать, замечательных фраз. Одна вот эта, другая. Вы в своей работе не учитываете, вы в своем поданном тексте не учитываете работы, значит, Абрамсона, Александрова, Акопяна, Алиханова. Это только на «А». И третья, самая лучшая, конечно. Понимаете, Горит? У вас очень хорошие, вы подали очень интересную работу. Там много новых и интересных мыслей. Проблема в том, что новые мысли не интересны, а интересны не новые. А это результаты из какого-то писателя 19 века? Ну, скорее всего, понятно, что кто же это взял. Но там это профессора еврейского университета. Окей. Может, из-за тяглости еврейско-польских отношений, поскольку большинство евреев в Российской империи оказались после раздела Реч-Посполит? Окей. Значит, есть польское государство Реч-Посполит, которое исчезло, его разделили, расчленили и так далее. Евреи стали русскими, арстрийскими, немецкими и так далее. Но они никуда же не девались в очень большой мере. Это продолжается польско-еврейское сосуществование, идеолог. Поэтому в этой формально не существующей политической Польше формируется, продолжает формироваться. И все время происходит польско-еврейское сосуществование как реальное, политическое, экономическое, идеологическое, культурное на уровне ответа на еврейские вопросы и так далее, и так далее. Я в этой ситуации абсолютно верен. Теперь с точки зрения того, где живут евреи, они живут рядом вместе с поляками, украинцами. Еще раз, вот эти русские, струве, чехов и все остальные, белые и так далее. Каких евреев они знают? Где они видят? Каких евреев они видят? Они видят немножко евреев-разносчиков, евреев, которые пытаются что-то дешевое продать? Но основные те евреев, которые они видят, это уже классифицированные, интегрированные или ассимилированные евреи, которые переезжают из черты оседлости. То есть для них евреи это человек во фраке и в манишке, это адвокат, это невеста неудачная Чехова и так далее, и так далее. Это не евреи, опять же из чернигова, которых надо отдельно ехать и изучать, смотреть, как они в своей среде, как они выглядят в настоящей жизни, аутентичные евреи, какой он. Совсем другая ситуация в Польше и в Украине, где как бы живет масса еврейского народа. И где вот эти вопросы культурации, ассимиляции, куда в какую культуру входить и так далее, они становятся, пролетают в другое значение. Мы уже имеем дело не с теми людей, которые уже сделали выбор и приехали в Петербург. И потом начинают говорить, что они все-таки не до конца хотят быть русскими. А мы говорим, что это не дело с нормальным традиционным еврейским обществом, которым надо решить, которое меняется. Что касается польского, у нас уже мало времени осталось, поэтому я сосредоточусь на конце 19-го, начале 20-го века. Все-таки несколько слов по поводу содержания предыдущих серий. Вот это вот исчезновение политической Польши и объявление Польским романтическим национализмом, Польша как Христос народов, опять же, Польша как новый Израиль, который избран, чтобы своей судьбой наказать, показать, дать некий пример и так далее. То есть мы об этом уже говорим. Оно оставляет какое место для евреев? В концепциях польского романтического национализма в первую половину 19-го века есть очень четкое представление о том, что евреи и поляки как бы они братья. Но Мицкевич очень часто эту мысль проводит. Почему? Потому что, опять же, если Польша и новый Израиль, то давайте посмотрим на старый Израиль. Есть такая версия, я не буду сейчас в нее углубляться, насколько она доказывается. что Мицкевичу были тоже франкистские и еврейские планы. Версия непопулярная в Польше, но предположим, что не было. Неважно. Есть некая идеологическая направленность. Вот Ян Чиньский, с которого я начал, Ян очень четко эту романтическо-националистическую линию о том, что евреи должны превратиться в поляков. Обычно это символически представляется в сцене с Янкелем, цимбалистом из Пан Тадеуша. Пан Тадеуш, главное произведение Мицкевича. Там одна из сцен. Значит, это сцена Свамина в дворянском имении. И зовут там на свадьбе евреи музыканты, сцена Свамина в цембалах. А, присутствует генерал Томбровский, который ведет польский корпус в составе армии Наполеона на Москву, сразу после этого. Он влачет на груз на свадьбе. И как символ этого польско-еврейского братства и поединения, и того, что поляки и евреи вместе, значит, обычно вот эта вот сцена, когда Янкель играет польский гимн, значит, на цембалах в присутствии генерала Домбровского. Ну, если прочитать текст Мицкевича, то там все очень четко сказано. Там культурная иерархия, она акцент очень четко расставлена. Янкеля просит, он отказывается, его просит хозяйка дома, невеста молодая, тогда он играет в гимн, и все его благодарят, а генерал подходит к нему, протягивает ему руку, а он эту руку целует. Окей? То есть мы вместе, евреи с нами, они патриоты, они играют в гимн, и они часть общества, да, то есть часть общего. Когда мы говорим о Польше, то нельзя исключить евреев. Когда мы говорим о России, евреи подозрительный странный чужак, который туда проникает, надо решить, что с ним делаем. Когда мы говорим о воображении и идеализировании Польши, идеальная отечество всегда будет включаться отнесения с ними. Они здесь, их много, они всегда здесь были, они часть пейзажа экономического, культурного, политического, куда-то не деться. но и поэтому, и поэтому, как бы, мейнстрим польской мысли всегда евреев старается включить. Но вот Мицкевич в этой сцене якобы, не якобы, а про-еврейское, действительно, он считает, что все очень хорошо. Он в этой сцене показывает, что евреи это часть большого польского какого-то такого национального тела. они не против, они не в стороне, они за, они тоже играют. У польских людей своих цимбалов. Но иерархия, подчеркнуто, она сохранена. Понятно, что они играют, понятно, кому они целуют руку и все такое. Значит, теперь, после поражения восстания 1863-1864 года, нужно было переосмыслить, переориентировать отношение к еврейскому вопросу и вообще к тому, как должна быть Польша. Центральным направлением польской мысли были так называемые варшавские позитивисты, которые говорили, что вот эпоха романтических восстаний, она привела Польшу к катастрофе. Что она обескровила страну, лучшие люди оказались убиты, сосланы, изгнаны. Страна оказалась, значит, по-прежнему под очень жестким контролем азиатской и сатрабии московской, и культурно-отсталого и политически-отсталого государства, но которое экономически сильнее и в военном смысле сильнее. Поэтому единственный шанс Польши перестроить, переустроить свои национальные, как бы, пересоздать, переформатировать себя на новых основаниях. Эти новые основания какие должны быть? Подарности. Железные дороги, шоссейные дороги, фабрики, заводы, образования, школы, больницы, эстернизации. Не надо думать, что вот польское романтическое дворянство своими саблями, идеями о патриотизме, оно спасет страну. Спасет страну, но спасет страну деньги, образование, значит, и инвестиции, которые должны прийти. Теперь на секундочку подумаем, кто тогда инвестиции даст, откуда придут эти фабрики, кто вот этим капиталистом, который построит новую Польшу? Ответ понятен. И немцы. То есть, если мы посмотрим на развитие, на историю польского капитализма, если мы посмотрим на, кто строит фабрики, кто развивает, например, текстильный промысел в Лонзе, там нет поляков абсолютно. Это немцы и евреи. И с точки зрения польских политиков это хорошо. В этом нет проблем. Они строят Польшу. И они становятся частью Польши. Они говорят по-польски, их дети учатся в польских школах, и в конечном итоге становятся польскими патриотами. То, что они приехали, или то, что они сами посидящие страны, или польскоязычные, неважно. Важно, что это работает на благо страны. Значит, то есть здесь перед нами, если хотите, концепция, вот мы говорили о Мирославе Грохе, и концепция трех фаз, которые относятся к какому типу нации? Этнической группы, которая строит свою нацию? Грох. Помнили? М? Державр. Нет. Ну, вот Грох, он говорит про чехов, украинцев, словаков, литовцев, латышевцев. Да, ну, Энгельсовских термин, исторически не исторически. На самом деле, Грох говорит про полную, неполную социальную структуру. То есть, крестьянские малые народы, у которых есть социальные низы, но нету элиты, они выращивают снизу вот это полное здание. Теперь, когда мы говорим о поляках, это обратный пример. Элиты есть, но эти элиты очень остро ощущают, что они висят в воздухе. Вот эти 20-25 процентов населения, шляхты и городские пообразованные слои, которые себя ощущают поляками, они говорят, окей, мы живем в стране, где все остальные себя поляками не ощущают. Крестьяне не думают, что они политически, идеологически в смысле поляки, они неграмотные, они забитые, их надо превратить в часть этой польской нации. Соответственно, евреи, на которых положена операция, как на экономические, сильные городские слои. То есть буржуазия, она будет еврейской, крестьянство, значит, то есть нам надо полонизовать, национализировать, реформатировать на самом смысле еврейство, как среднегородские слои, и крестьянство. Полонизовать и тех, и тех. И, естественно, эта позиция, она связана с очень мощным патернализмом по отношению к тем и другим. Да? То есть никто при этом не думает, что крестьянин, он такой же, он неграмотный польский крестьянин, он такой же равноправный, полноправный член польской нации, как тот же Александр Чвинтоховский, один из главных идеологов этой концепции. Да? Вот. Значит, сейчас я какие-то не найду. Цитаты. Очень интересно, написал статью про Чвинтоховскую. Значит, сейчас найду. Вот. то есть, например, Чвинтоховский пишет про евреи, про евреев и крестьян. Евреи эксплуатируют, крестьянин поджигают, крадет и убивают. Оба производят опустошение, требующие постоянной бедительности и профилактических усилий со стороны тех, кто, со стороны образованной элиты. То есть это, конечно, очень четко, но он очень любит и тех и других. Нет, если так будет четко, патерналистская иерархическая позиция, которая будет у нас, эта нация не будет существовать, она не будет полнокровной, пока в ней не будет народных масс, пока в ней останется столько как дворянство. Должны быть народные массы и должны быть городские слои буржуазные. Это евреи и христиане польские. Но это не значит, что он на них смотрит как на раны. То есть другая замечательная цитата, он, правда, шутит тут, такой филитон чуть ли, он говорит, «Женщины очень похожи на евреев. В общем, некрасивые, привязанные к своим тряпкам, фанатично набожные, экономически нас эксплуатирующие». То есть некая картина мира, в которой высокообразованные, культурные, сделавшие доктораты на Западе как он, евреи, как мужчины, они понимают, как правильно устроены. Теперь, с его точки зрения, в 70-е годы, в 80-е годы, в Сент-Аховске Болеслав Прус, другой очень виден председатель, он уже такой, Прус услышал. Да. Значит, они оба говорят, что нет евреевского вопроса. Есть вопросик. Есть квесты, как раз. Нет квестов, есть квесты. Есть вопросик, который заключается в том, что нужно быстро евреевообразовать, обратить их к полякам. Потому что они пошли в школу, сбрели пейсы, сбросили его в сердак, и делали все руки и стали нормальными польскими буржуациями. Вот. И это вопрос, как бы, полонизации еврейских масс и крестьянских масс, как я вам уже говорил. Вот. Значит, он, я цитирую, значит, 1877-го года, из статьи, «Польское общество чувствует себя достаточно сильным для национальной и общественной ассимиляции евреев, оставаясь с ними даже в сепарации крови и религии». То есть они этнические, расово чуждые, и религиозные, другие, но и что он и полонизуется. Значит, самая знаменитая его статья, программа, которая написана на эту тему, называется «Еврейское золото». Что такое еврейское золото? Это полонизованная еврейская буржуазия, без которой не было бы польского общества и польской культуры. То есть, он говорит, вы приходите в театр, вы приходите на концерт, вы приходите на вермиссаж, кого в этом идите, евреев образованных. Они составляют ту образованную публику, без них наша культура бы заглохла, не было бы филонтропии, не помогали бы бедным, не устроили бы ни одного концерта, и так далее, и так далее. Это и есть еврейское золото. Однако, он говорит, что есть две группы. Есть вот эти свободомыслящие образованные наши евреи, и обычные темные массы евреев. Про них он говорит всякое не очень хорошее стерео. Вся еврейская черня унижается из-за надежды самой минимальной выгоды, и спокойно ради нее вытирает плевок, который ей в лицо бросает при неближении. Обычно пархатые евреи, которые бегают миллионами, но из них постепенно выплавляется вот эта вот культурная элита, которая полонизуется и вращается в очень для него близкую и важную часть новоангольской нации. Значит, он видит проблему, опять же, в еврейской обособности, это уже после 1861 года, в еврейской этике, содержащейся в Талмуде, в которой на других основаниях составляется от христианской, в еврейских школах институциях, и в том, что евреи не хотят в массе полонизоваться. Значит, в другой статье Святоховский говорит о том, что нам нужно, он говорит, что есть проблема, в польском обществе растет антисемитизм, и поэтому следует развивать самую точную всестороннюю критику еврейского имена, которая составляет нацию в нации, противопоставляется интересам общества. И это, говорит он, тоже антисемитизм. Я тоже антисемит, по-своему. Да? Но не всех евреев, потому что, поскольку они евреи, я критикую, а только тех, кто плохой, тех хороших, польских, я очень люблю. Да? Вот. Значит, этот его антисемитизм, он основан, цитирую, не на расовой религиозной нетерпимости, а на необходимости выплавить из сырой руды еврейства чистый общечеловеческий национальный металл. Окей? То есть, вот эти миллионы евреев, которые живут, это сырой материал, это руда, из которой в процессе переплавки из миллиона получается 20 тысяч настоящих рафинированных польских интеллигентов еврейского происхождения. Окей? То есть, это вопрос, что происходит с пустой породой. Руда, это значит, берутся тонны, из нее получается 20 грамм. Что с этими, у которых уже выплавлен этот металл? Что с ними будет, да? Значит, эти поляки-европейцы, которые должны получиться, они представляют вопрос открытым про миллионам евреев. Вот. Как равных он был готов признать, принять евреев, которые отошли от еврейства, от человеченных и полонизированных . То есть, тот, кто стал отъевренинной и полонизированной отлично, равный, брат, буду подавать ему руку, не видит ни по проблемам. Но, тот, который не прошел эти стадии, он не совсем человеком. То есть, это, очень хорошо относящаяся к евреям, часть польского общественного дискуссия. То есть, мы говорим про идеи, которые считаются очень, очень хорошо подобранным евреям настроенным. Или другие. Есть, как бы, консерваторы, просто, консервативные, так сказать, католические, дворянские всякие газеты, писатели, авторы, которые, которые ничего хорошего евреям не видят вообще. И у них нет этих национальных аспираций. И наконец появляется новый модерн антисемитизм. Первым представителем которого был такой смешной парень по имени Ян Еленский. Ян Еленский был, ну, тоже спедневший, разорившийся шахт, шляхты. Человек-самоучка, человек, сам себе сделавший. Он служил за ней по должности на железной дороге. Которая принадлежала, естественно, Хроненбергу. Получил там травму на работе. Подал иска компенсации и получил значительную компенсацию. И, как бы, и... Поехали, может быть, я путаю с другим человеком. Ну, не важно. В общем, он, простой, как бы, служащий, который, в конечном итоге, становится журналистом, он прогретает сельхозгазету. Правда? То есть, Нива. Значит, и эта газета превращается в рупор антисемитизма. Это рупор такого популистского, низового антисемитизма. То есть, Ленинская, начиная с того, что пишет программную работу, программную книгу, которая называется «Евреи, немцы и мы». И им говорят, окей, вот эти призывы, что мысли о том, что евреи и немцы превращают в Польшу модерное государство, неправда. Они превращаются в Польшу, как колонию. Они приезжают, сделали свой капитал, вывезли прибыль, и все. Их не интересует Польша. Надежда на то, что это будет процветающее модерное государство, где полонизованные немцы и евреи станут частью польской нации, они нереальны. Я, вот я человек из народа, я предвижу, когда все работает. Значит, поэтому нужно развивать свою польскую промышленность, свой польский капитал, свою отдельную национальную торговлю, и в каком-нибудь смысле он предвосхищает во многом на очень примитивном, поскольку человек был не очень грамотный, на очень примитивном и таком нерафинированном уровне позднейшие идеи, которые потом гораздо более глубокие воспитили, чему он выдвигает. Так, у нас сколько еще? 15 мг. Вот. Значит, вот эти идеи, как бы, которые, которые уже формируются на уровне понимания, что встреча с модерностью она обернулась не развитием, а кризисом. Что это кризис. Что фабрики строятся, крестьяне разоряются, земли сгоняются, но при этом новая Польша как-то возникает с большим трудом, большими проблемами. Вместо нового капиталистического модернистского рая, возникает сторона перекосов, неравенства, где первую скрипку в экономике играют чужаки, которые очень к полякам относятся к темным выглу, к массе работяг, без всякого отношения к польской культуре. Значит, вот это ощущение кризиса, оно вызывает, как реакция, вызывает, скорректированное отношение к евреям, к еврейскому вопросу. Здесь важную роль сыграла популистско-националистическая газета «Голос», «Голос», который начинал выходить в 1886 году, и один из самых центральных политистов там был человек, который в будущем стал номером два людей в идеологии органического польского национализма – Ян Людвиг Поплавский. Поплавский в ряде статей пишет, во-первых, он опять постулирует идею, что надо переустроить, переформатировать Польшу в очередной раз. Надежды позитивистов, либералов варшавских на то, что под руководством польского дворянства, польско-образованной элиты будет создана польская нация, они не сработали. Мы видим, что прошло 20 лет, и это не произошло. Наоборот, мы видим, что страна все время, чем дальше она продвигается теперь, тем больше она оказывается обрушена назад. Надо формировать еще раз новую нацию. Опять, да, она должна быть нация, которая будет включать себя, крестьян, всех этнических поляков. Но надо четко понимать две вещи. первое, надо бросить угодящий род дворянство, она ни к чему не придет, потому что на основании вот этой иерархии, интернализма, как я вам цитировал, из писания из писания Свинтаховского, вы не построите, значит, не построите эту новую страну. А с другой стороны, надо понимать, что евреи никогда не смогут быть частью этого национального организма. Да? То есть, Поплавский в одном статье, он просто говорит, достаточно просто, говорит, что евреи в польском мышце это инородное тело. То есть, органицизм, я уже говорил, сравнение с живой природой, с биологией, это очень важная часть цивилистического дискурса. Теперь, представьте себе, говорит Поплавский, представьте себе, что человек в лесу напоролся на суп. Огромный суп пробил ему руку. Это ситуация евреев в польском обществе. Что произойдет? Какие варианты? Или будет гангрена организма приемлема. И руку отрубить. Или надо отрубить эту руку. Или надо вытащить суп. Надеяться на то, что вот он просто вживется в руку и у вас будет такая рука половина живой плотин, полная из дерева, это фантастика. Да? Этого не произойдет. Это наша ситуация с евреем. Окей? Это не вопрос. У Еленского это очень много был в большой мере вопрос. Как бы вот, мы не любим евреев, вот они такие противные, вот они такие нехорошие, вот они такие смешные, вот они такие... Поплавский тоже очень сильные евреев не любит. Он тудейный антитементерный антитементерный. Но его позиция аналогична. Там есть логи, не потому что мы их не любим, а потому что мы их можем любить, обожать толку. Нам с ними, мы не можем с ними ужиться. Эти идеи, которые Поплавский развивает в 80-е годы, в 90-е, в 890-е годы, и особенно в начале 20-е века, развивает главный лидер, главный молодский лидер польского интегрального национализма Роман Дмитровский. Роман Дмитровский слышали? Нет? Слышали? Окей. Ну, буду всё-таки писать. Всё-таки представить уже всё, чтобы так вставать. Значит, во-первых, Глосс. 1886 года выходит. Во-вторых, Поплавский. Я не люблю как Поплавский. И в третьей главный парень, это Роман Дмитровский. Дмитровский тоже человек из низов, в отличие от Поплавского, который был сыном настоящего шляпчища, земли, поместья и всё такое. Дмитровский человек из низов, сын лошадского каменщика. Значит, тоже со шляхетскими кормями, но это всё уже там, когда-то потерялись все эти привилегии, только память осталась. Self-made man. Человек абсолютно, абсолютно буквально с улицы, да, с низов, который заканчивает университет, делает докторат в Варшавском университете. То есть он в 20 лет только закончил гимназию, потому что сидел по несколько лет в каждом классе, хотел слупить смертным боем, чтобы заставить учиться, всё такое, всё такое. В итоге растает в суперобразованного, блестящего абсолютно человека, который говорит свободно на кучу языков, читает на ещё большей кучу языков. И что интересно, что по образованию докторат его был по биологии, морфологии млекопитающих. То есть тут как бы уже у него, как бы вообще органицистская, значит, и биологическая вот такая вот как бы направленность мысли, она как бы вмонтирована уже в личную историю. Так вот, Мовский пишет за замечательную книжку, пишет много замечательных статьях, конечно, много пишет короткую программную книгу «Мысли современного поляка» в 1902 году, которая стала традиционной бестселлером национальной, такой манифест чёткий, сложенный того, что делать Польша. Он говорит, что окей, смотрите, ещё раз, поляки не являются современной нацией, они являются неким вот сырьём, рудой, как говорилось в Монтаховске про евреев. Они являются рудой, из которой может выплавиться современная нация, а может не выплавиться. Мир состоит из очень агрессивных национальных организмов, у поляков рядом с ним есть немцы, которые их сожрут, поглотят. Германия, например, на подъёме, империя, значит, бурно развивается, значит, экономическая и политическая агрессия, да, то есть, весь мир боится немцев теперь, впервые, да, то есть, Германия, значит, и Монтаховске говорит, смотрите, они нас перемолют, они нас съедят, у нас нет права на существование, мы станем, мы будем постарать им дешёвую рабочую силу, и кто-то из поляков сможет германизироваться и пробиться в элиты немецкие, если мы не организуем, потому что что? Как в воду глядя. Нет, Монтаховске, во-первых, Монтаховске был очень умным человеком, можно там как бы, ну, от того, что Достоевский не любил еврея, мы уже не перестанем читать, но так вот, Монтаховске, значит, был однозначно очень крупный, ум очень крупный, аналитический у него был. Так вот, значит, и поэтому полякам нужно, некий процесс кристаллизации собственной нации сделать. На каких основах? В чём проблема польской нации? Почему она не сложилась? В 20-м веке отличают немецкая, французская, английская и так далее. Почему? Да потому что польская история зашла в слепой пик. Пошла по неправильному пути. Смотрите, что двигало историю на Западе? Союз центральной власти с городами, которые смогли вместе объединившись раздавить аристократию и дворянство. Подчинить его, раздавить централизацию, развитие промышленности и так далее, и так далее. И пошло столбовой дорогой развития капитализма и модерности. Что произошло в Польше? Аристократия, то есть дворянство, в союзе с евреями смогло не допустить развития городов и центральной власти. Это привело к тому, что Польша упала, не было сильного государства, упадок страны, связанным, как бы обвиняют магнатов. На самом деле, магнаты, конечно, удары, они виноваты, но кто им помогал? Кто был их союзником? Магнатам было удобно, вместо того, чтобы на равных договариваться с независимыми какой-то польской буржуазией, городами, магистратами, было удобно отдать экономику на откуп евреям, которые находятся в подчиненном положении. И главная беда, вот как бы Польша, говорит Мурск, еще раз, представитель древности, возорившегося дворянского рода, то есть человек из народа, он говорит, главная проблема, она в том, что для нас вот эта вот дворянская идеология, дворянское представление о нации, об экономике, но о жизни, в истории, оно продолжает доминировать. Надо это сломать, надо выбросить это. Главный враг Польши – это дворянь. Почему? Потому что они задушили развитие страны. Теперь они задушили это вместе с евреями. Евреи играют в Польше роль западного буржуазии, западного городского сословия, третьего сословия и так далее. И они не дают развиваться польскому капиталу, польской торговле, польскому капитализму и так далее. И они не дадут. Почему? Потому что их функция совсем другая. То есть анализ он приводит к тому, что нужно развивать снизу, не сверху вниз есть элиты и включать в нее польскую нацию, польское крестьянство и все, что вокруг стоят, а снизу из народа кристаллизовать новую польскую нацию, которая будет подниматься и включать в себя элиты. И нужно создать альтернативу этому юристу, которая не может быть основой национальной буржуазии. А почему она не может быть? Вот Свинтаховский говорит, вот они полонизуются, такие хорошие. Те, кто не полонизуются, плохие, тьфу-тьфу, нехорошие. А те, кто полонизуются, они друзья, мы с ними отнимаемся, вместе выпиваем, ходим на концерты. Новский говорит, они могут быть сколько угодно, полонизованными, без акцента, знать всего Мицкевича наизусть, они не превратятся в поляку. Почему? Потому что они себя как-то сочувствуют поляками. А как это доказать? Ну вот они жертвы деньги, готовы участвовать в восстаниях, они патриоты. Его позиция, она не раса, он как бы, нет, он много говорит про особенности еврейской расы, еврейской крови, еврейской многовековой психологии. Но что-то первое основание, да? То есть евреи, это очень сильно расформированный тип. За ними сорок веков истории, которых сформировали определенным образом. Он говорит так, что если бы было у нас отношение численное наоборот, то есть евреев было больше, а поляков меньше, они бы нас ассимилировали. Ещё раз, его позиция по отношению к польскому случаю, это позиция слабости, не силы. Он говорит, ребята, мы слабые, мы тупые, слабые, бедные, несчастные, у нас мало мозгов, мало образованных людей, мало денег. Мы являемся сырьём, из которого или кто-то образует связь, или мы сами сможем организовать своё. Мы сами сможем превратиться в такую современную модерную нацию. Поэтому, если бы было соотношение численное наоборот, евреев было бы 80%, а поляокладация, они бы нас ассимилировали, бы все пришли в удаизм и стали бы нормальными, обновили бы застоявшуюся еврейскую трупку. Но поскольку им трудно нас полонизовать, евреизовать, мы их не можем полонизовать вообще. Почему? Потому что они в каком-то смысле представляют собой гораздо более устоявшийся исторический, психологический, расовый термин, артист. Гораздо больше, чем поляки. Они не смешиваются, не смешаются с нами никогда, это мы могли бы смешаться с нами. Это раз. Второе. Ну, предположим, что есть такие евреи, которые уже ужасно полонизовались, скульптура, Мицкевич, слёзы льют. Вообще, очень смешно у него, когда он пишет о этом шляхетце, в серии шляхетский идеолог, говорит, что она как бы веками Польшу подавляла, все старались походить на шляхе. Даже, говорит, еврей, как только у него заведётся немножко денег, он, значит, сразу покупает себе фольварк, заводит длинные усы, как усана, и широкими жестами рук имитирует гостеприимство, как будто вот и я шляхт, да, так сказать, вот это вот, одворянивание такое, вещание во дворянстве, да. Ну вот. Не важно, значит, почему, почему вот еврей, который вот уже он уже и усы завёл, и фольварк, и Мицкевич, почему он всё равно станет поляком? Да потому что, очень просто, говорит, если будет такой еврей, который будет заниматься польскими национальными вопросами, очень важными для нас, я дам пример, например, засилие евреев торговли, и будет помогать, чтобы евреев из торговли выдавить, поставить поляком, ну такой еврей действительно является поляком. Если есть еврей, найдётся, который будет заниматься проблемой, которая очень волнует нас, наш национальный быт, проблема в том, что у нас, эти, клер, ксензы по деревням сидят и пьют, и малообразованные люди, и надо что-то с этим делать, и какие евреи начнут заниматься образованием ксензов, ну окей, такого еврея готов принять, ну покажите мне, на кого еврея. Ведь они, говорят, всё сводится к тому, что Мицкевич с Мицкевичем, но бизнес-то у них свой, они же не будут бороться с еврейским бизнесом ради польских. То есть, как бы, еврей должен не просто ассимилироваться или интегрироваться в культуру, чтобы аксиомы для Швинтаховского, Чинского, и для всех, так сказать, тех, кто хотел за евреев против европейцев. Еврей, чтобы стать настоящим поляком, должен бороться с евреями. Тогда, вот, тогда мозг ему говорит, я не раз свой инсимит, я такого очень еврея готов принять, но их же нет, ни одного. Вот, значит, соответственно, это была некая концепция, которая не на пустом месте, как я говорил, значит, родилась, но которая предполагала, надо заканчивать, предполагала, вот, как бы, такую новую национальную структуру, в которой не будет вместо евреев, не будет, в которой будет, евреи окажутся лишними. Куда они должны деваться, непонятно. Но нужно создать им альтернативу, нужно воспитать их, как бы, нужно, нужно понять, что они не смогут быть часть вот этого нового нарождающегося национального польского организма. Окей, пошли отдыхать.